Приветствую всех! В этом видео мы разберем способы забивки магазина. Что подразумеваю под этими словами? Это комбинация различных боеприпасов, то есть использование в магазине трассирующих боеприпасов с патронами, с пулей стальной, с повышенной пробиваемостью и бронебойной. Много по сети ходят совета в бывалых, где первые три патрона в магазине забиваются трассирующим боеприпасом. Вот он с зеленой головкой, зеленый лак у нас. Его свойство это оставлять горящий трассирующий след на дистанциях до 800 метров, которые видим и днем и ночью. Пуля предназначена для целеуказания, корректировки огня и поражения живой силы. Вот первый совет из сети от бывалых. Забиваем три трассирующих боеприпаса, а затем магазин забиваются остальными боеприпасами. Здесь мы используем патрон с пулей повышенной пробиваемости. Забили магазин. 30 патронов. И получается преимущество, какое его во время боя. Мы ведем огонь. Патроны уходят с магазина. 1, 2, 3 и так доходит до 28. Первые, которые три у нас были трассирующим, мы доходим до них и они оставляют яркий след. И это дает нам сигнал, что у нас заканчивается боеприпас и нужно провести перезарядку. Производим перезарядку. Плюс относительно маленький. То есть мы визуально можем заметить, а можем не заметить днем. Но мы почувствуем, что патроны закончились. О минусах чуть позже. Второй вариант совета от бывалых. Это может быть 3 патрона первых трассирующих мы забили. Затем у нас идут боеприпасы в комбинации 2, 3. Вот 2, 2. Вот лучше. 2, 3 патрона с пулей стальной. Четвертый, трассирующий. Опять. 2, 3. Четвертый с трассирующей пулей. И так до полной забивки. Преимущества этого метода. Мы видим трассу следа. Если мы плохо видим механические прицельные приспособления, таким способом мы можем скорректировать как-то свою стрельбу, куда ведем огонь. То есть это для плохих стрелков вариант поражения цели. Вот один плюс. Сомнительное преимущество. На больших дистанциях за 400 метров пули пойдут по разной траектории. Одна легче пуля, другая тяжелее. То есть трассирующая весит 3,2 грамма, а 7Н6 весит 3,4 грамма. То есть нету преимущества в этом. А какой большой недостаток? Если мы забиваем таким образом магазины, три патрона у нас. Обычный, четвертый трассирующий. Три обычный, четвертый трассирующий. То при использовании различных средств, маскирующих вспышку, пламя гасителей, дожигателей, саунд модераторов, глушителей, мы вспышку гасим, она нас не демаскирует. Но нас демаскирует трассер, который зажигается при выходе из канала ствола и полностью указывает траекторию на нас. Кто-то может сказать, есть боеприпасы трассирующие, модернизированные, и они зажигаются на дистанциях от 50 до 120 метров и не демаскируют. Да, есть, но они редки и насколько они вам попадутся, мало шансов. Рассчитывать на это не стоит, поэтому не считаю это эффективное использование комбинации боеприпасов. Особенно если у вас есть средства, маскирующие вспышку, ни в коем случае не надо использовать. Вы забили так все магазины, ночью тоже люди воюют, пристегиваете магазин, ночью накрутили банку и все. Каждая очередь будет показывать, короткая очередь, где вы находитесь. То есть вы или крестик снимите, или трусы оденьте. Какие наиболее эффективные способы, к которым мы пришли? Первый случай это магазин набивается трассирующими боеприпасами. Вот здесь это представленный 45-ка. Он помечается красной изолентой. Полностью магазин. Полноценно. И в каких случаях мы используем? Первый случай это при работе на коротких дистанциях, при внезапной встрече. Первый магазин 45-ки он дает возможность 4,5 секунды вести огонь. И трассирующие пули позволяют корректировать по струе от трассы, что оставляются, след. То есть здесь будет ставка видео, где во время перебежки ведется стрельба обычным боеприпасом. И очень сложно попасть. Если стрельба ведется трассерами, результат значительно выше. Три. Плюс второй. При использовании трассирующих боеприпасов можно вести эффективный огонь на дальних дистанциях, свыше 400 метров, неподготовленному стрелку. Тут тоже будет ставка из видео, где мы стреляли на дистанции около 600 метров по грудной фигуре металлической. Стрельба велась из трех автоматов. Один был из них АК-104, это автомат с коротким стволом. Калибр 7,62х39. И два автомата были 103-х. 7,62х39. Так вот, на видео видно, насколько эффективно стреляют трассерами на большие дистанции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА то есть две дистанции короткие и длинные дистанции трассера плюс это корректировка ведение огня для группы и третий хороший плюс это возможность зажечь легковоспламняемые объекты вот этих магазинов может быть несколько помечены красной изолентой в ночью соответственно вот этот магазин используется уже в крайнем случае большую часть быка забиваются тем патроном которые есть у вас подразделение есть 7н6 7н6 есть 7н10 7н10 есть бронебойные 7н22-4 они но трассера желательно иметь несколько магазинов каждому бойцу не только командиру подразделения подписывайтесь на наш канал в телеграме до новых встреч всем удачи